Работу по грудному скармливанию мы начинаем еще во время беременности. Еще один навык, который пригодится женщине после родов. В Барнаульском роддоме номер два будущим мамам буквально на пальцах показывают, как доносить пищу до младенца. Следующая позиция – кормление ребенка лежа. Мама лежит на боку, строго озарачивается прямо боком к ребеночку, чтобы грудь была как можно ближе к рту. Врачи говорят, только молоко матери питает организм ребенка и защищает его от инфекций. Оно содержит множество живых ингредиентов, включая стволовые клетки, лейкоциты, полезные бактерии, а также ферменты и гормоны. По словам врачей, в последнее время споров за или против грудного вскармливания ведется все меньше. Современные мамы понимают всю важность процесса. Родился у меня сыночек, назвали Артем. Кормим мы исключительно грудью. Грудное вскармливание, я вообще считаю, что это единственное, что должно быть у малыша. Потому что это его здоровье, это его иммунитет, это правильный рост и развитие. Поэтому мы только на грудном вскармливании. Кстати, методов грудного вскармливания целое множество. Для каждой женщины нужно буквально подобрать индивидуальный подход. Нина Заболотнева уже не первый год работает консультантом, а недавно даже стала автором собственной методики. Специально для женщин после кесарево сечения, когда нельзя вставать. Мы поднимаем, ставим большой палец прямо над соском. Четыре пальца ставятся прямо под ребра на уровне соска внизу. Поднимаем сосок в небо. И когда ребенок широко открывает рот, мы берем его и прямо надеваем на грудь. И большой палец вместе с соском проваливается внутрь. Но на самом деле это кажется очень легко и просто. На самом деле это не так просто, как всем даже вам кажется. Следующая семидневка по всему миру объявлена неделей грудного вскармливания. В Барнаульском роддоме номер два за все 83 года существования на свет появилось 230 тысяч маленьких барнаульцев. И почти все они скормлены именно грудным молоком. Маргарита Гартунг, Алексей Фризин. День с толком.